Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о сочетаниях и совместном употреблении еды и вина. И как при помощи еды можно несколько корректировать вкус нашего напитка. Ну и конечно, как обещала, расскажу про употребление вина и воблы. Скажу сразу, что мы будем разговаривать о таком бытовом, скажем так, употреблении. Тут не будет сложных каких-то гастрономических пар, как в ресторанах. Нет, мы будем говорить об абсолютно простом таком домашнем уровне. Давайте сначала поговорим вообще о том, а всегда ли стоит употреблять вместе вино и еду. У нас, скажем так, на нашем постсоветском пространстве, ну почему-то так принято, да, что вино мы должны употреблять, ну как и в принципе большинство спиртных напитков, вот именно за столом, говорить. Тосты после этого обязательно закусывать это не всегда так. И если мы хотим погрузиться в мир вина, если мы хотим его прочувствовать, то нам не всегда нужно его закусывать. Некоторые вина, они хороши, ну скажем так, сами с собой. Другие вина, да, они как раз таки и хороши для еды. И там, может быть, они даже будут играть не столь главную роль, а как напиток, сопровождающий еду. У нас как принято, да, мы выпили и закусили. А может быть совсем наоборот. Мы кушаем и запиваем. И тогда, то есть правильно подобранные сочетания, они будут, ну, нам будет вкусно. И еда будет вкусной, и вино будет вкусной. И, конечно, еще как бы частая проблема с вином, особенно красным, особенно домашним, это кислота. Ну, кислота и сахар. То есть всем хочется послаще. У многих в семье все любят послаще. Опять же, почему вообще это идет? Ну, да, соглашусь, что некоторые домашние вина могут быть сильно кислыми. Связано это с чем? С тем, что мы делаем вино из не того сорта, из которого следовало бы. То есть мы используем недозревший виноград, и поэтому вино очень кислое. Мы можем не совсем правильно его приготавливать, поэтому оно может быть кислое. Но, в принципе, хорошее вино, оно не кислое, оно нормально. И кислота вину нужна обязательно. Потому что без кислоты, если вот совсем там ничего не будет, вино будет пресное, вино будет плоское, оно будет, ну, одним словом, никакое. Ну, вот это вот, скажем так, нелюбовь к сухим винам, к самым натуральным винам, между прочим. Почему она идет? Опять же, вот из этой культуры. Потому что мы неправильно сочетаем то, что мы употребляем, напитки и еду. Ну, и вот начнем с того, что если у нас вино кисловатое, и вообще в нем содержится кислота. Я вам очень много раз говорила, что самое простое, чтобы смягчить эту кислоту, не надо туда сыпать сахар. Сахар кислоту не уберет, он ее только замаскирует. Употребляйте такие вина с чем-то соленым. Вообще, соль в пище это наиболее дружественный вину компонент. Проведите просто эксперимент. Возьмите ваше вино без добавления сахара. Вот такое, какое оно у вас есть. И попробуйте его, например, с соленым сыром. Но важно, чтобы сыр был именно соленый. Не обязательно брать какие-то там с благородной голубой пресенью или пармезан дорогие сыры. Нет, можно взять, в принципе, даже обычный самый дешевый сыр, но чтобы он был соленый. Сыры типа вот сулугуни более, такие пресные, они не подойдут. Потому что на их фоне вино будет казаться таким... Или сыр будет не очень, или вино казаться не очень. А попробуйте с соленым сыром. Попробуйте с соленой колбаской какой-нибудь. С соленым вяленым мясом. Можно даже попробовать с соленым салком. Там вообще и соль есть, и жир есть. Ну, а теперь рассказываю историю про воплу. Вообще, для меня мои вина, они очень мягкие, очень такие бархатистые. И там нет повышенной кислотности. Но индивидуальное восприятие у всех разное. Тем не менее, однажды я вообще люблю, честно говоря, вино употреблять отдельно. Еда, ужин, само собой. Вино, например, потом, само собой. Иногда, да, с какой-то вот легкой закусочкой в виде сыра, в виде мяса, в виде чего-то такого. Муж мой любит употреблять пиво. Ну, под пиво любит иногда рыбку а-ля вобла. И вот как-то у него была такая вобла. И что-то я решила попробовать, взяв кусочек этой воблы. И попробовав запить это вино. Честно, описать эти эмоции очень сложно. Потому что, да, вкусное питкое вино. Но после вот этой вот, не пересоленной, нормальной, ну, такая вот соленоватая вобла, жирная. И вот после кусочка такого мяса вино, оно просто обволакивает рот. Оно, оно, по ощущению, оно становится сладким. Вот реально, как будто мы пьем не сухое, а как минимум полусухое, а может быть даже и близкое к полусладкому. Настолько меняются наши вкусовые ощущения. И сочетание, ну, просто обалденное. И можно было бы, конечно, сказать, что это у меня такой извращенный вкус, и я вот это вот так услышала. Но я решила это опробовать еще на ком-то. Однажды пришла ко мне подруга, и вот у нее как раз-таки вкусовое восприятие такое, что для нее мое вино кажется несколько кисловатым. Не кислым, а кисловатым. Я говорю, хочешь, вот сейчас мы с тобой поэкспериментируем. Как раз была у меня в хозяйстве эта самая вобла. Я расчищаю рыбку, даю маленький кусочек. Она, конечно, так, ну, очень скептически к этому относится. Ну, и вот потом происходит ровно то, что я описала, что, когда она берет этот кусочек мяска, запивает это вино, у человека, ну, просто видны эмоции, как это вкусно. Да, это обалденно вкусно. Поэтому, вот правильное сочетание, подобранное, оно совершенно преображает вино. Просто очень сильно. Что же делаем мы, и где мы ошибаемся, почему нам вино, наоборот, часто кажется излишне кислым, чем оно есть на самом деле. Дело в том, что если вино с кислинкой, то сочетать его с пищей такой нейтральной или довольно сладкой, самая большая ошибка, вот тогда начинают обостряться эти кислые вкусы. Ну, например, может быть, помните, что если мы съедим сладкую карамельку какую-нибудь, да, такую сладенькую, и запьем обычным компотом, который нам всегда кажется сладким, то компот на фоне конфетки, он будет кислым. То же самое происходит и с вином. Смотрите, там, с какими-то нашими салатами, может быть, да, ну, взять такой, я думаю, что сейчас часто встречается, салатик такой сладковатый, курица с ананасом. Вот с таким салатом вино, ну, такое вообще не пойдет. Оно просто потеряется и будет казаться еще более кислотным, еще более таким невкусным. С десертами ни в коем случае. У нас тоже принято, что, ой, вот там уже пироженки подали, и давайте это запивать вином. Ну, понятно, что вино на этом фоне, оно просто, ну, там не такого плана вина должны быть, конечно, не сухие. И вот эти вот сочетания, то есть со сладким, кислой, ни в коем случае, потому что вот эта кислота, она будет еще больше обостряться. Если уж мы хотим употреблять чем-то сладким, то вино должно быть еще более сладким. И вот здесь, например, подойдут десертные вина, ну, для тех, кто их любит, честно. Я десертные вина на сегодняшний день, ну, мне не нравится. Мне там слишком сахар выпирающий, я хочу ощущать вине другие ароматы. Дальше, если мы возьмем какие-то, например, нейтральные вина, то как раз-таки с какой-то кисловатой едой, например, салаты с уксусными заправками, либо там, ну, даже возьмем домашнее наше блюдо, какая-нибудь квашеная капуста или маринованные грибочки, кто-то очень любит уксусом еще задобрить. То есть, тоже, вот если вино нейтрально, оно там потеряется абсолютно. И это будет очень неудачное сочетание, и будет казаться, что вино абсолютно невкусно. Ну, и от еды наслаждения тоже особо не получите. А как бы в таком случае, если у нас что-то есть кислое в еде, то вино должно быть еще более кислое. Но вот с этими совсем кислыми сочетаниями, ну, может быть, не всегда стоит играть. Может быть, есть смысл употребить напитки и еду отдельно. Ну, потому что, опять же, есть еще, кроме каких-то правил индивидуального восприятия, которое, ну, не всегда может идти по этим самым правилам. И сочетание, ну, кислое с еще более кислым может не всегда не всем понравиться. Дальше переходим к острой пище. Острая пища тоже не всегда будет сочетаться с вином. Более того, алкоголь в вине может еще больше усиливать вот это ощущение остроты от специй. Поэтому, ну, острую пищу по моим рекомендациям, ну, по моему восприятию, я вообще тоже употребляла отдельно. Либо надо искать какие-то очень такие тонкие гастрономические пары, чтобы, ну, это действительно было вкусно. Если мы возьмем вина очень такие насыщенные, очень тонинные, то вот такие вина, которые, может быть, просто так и не совсем приятно пить, будут очень хорошо сочетаться с жирной пищей и составят такой очень хороший дуэт. Наверняка у вас сейчас возникнет вопрос, так, а с чем же, ну, вам пить ваше вина, которое вы приготовили? Какое вино взять к нашей вот такой совсем простой домашней еде, а-ля вот там макарошки, либо котлетка с картошкой? Экспериментируйте, потому что, ну, ваши вина, они могут быть разные. У кого-то более сладкое, у кого-то более кислое, у кого-то более тонинное, у кого-то более ароматное. То есть смотрите, пробуйте. И можно пробовать с таких очень простых вещей, как кисловатая. Вот, возьмите кусочек сыра, кусочек мяса кавяленого, можно рыбки, можно даже попробовать, может быть, чипсы, но не острые, а солененькие. И, ну, посмотреть сочетание. Можно взять, например, тот же хлебушек тоненьким маслицем намазать, вот это у нас будет жирненько, да, и попробовать. Приятно вам с вашим вином это сочетать, либо не совсем приятно. Как меняется вкус? Пока, понимаете, пока вы это не попробуете на своем опыте, объяснить вот эти все вещи крайне сложно. Вам просто вот надо садиться с вашей, например, второй половинкой, которая говорит, что вот вино там кисловато, или сахара не хватает, или еще чего-то, брать какие-то такие простые продукты, которые есть в холодильнике, и пробовать. И тогда, я уверена, что вы сможете подобрать вот те удачные сочетания, когда вам будет вкусно, когда вино раскроется совершенно по-другому, и вы к нему начнете относиться по-другому. То есть не спешите вот сразу ставить вино за ужином, да, или за столом, и вот так вот его там закусывать. Нет, попробуйте сочетание именно с простыми вещами, вот что-то солененькое, что-то жирненькое, можно попробовать что-то кисленькое, кисленькое, ну что мы можем взять дома, маринованный помидорчик, например, маринованный огурчик, и попробовать с ним, вот как вам будет вкусно, либо невкусно. И, честно говоря, то есть, если красные вина, вот тонильные, там, кислотные, мне нравится в сочетании с едой, то вот, например, то вино, которое у меня розовое, еще с прошлого года есть бутылочка, там получается такой цитрусовый аромат, оно очень ароматное, и мне оно нравится само по себе, вообще без чего бы то ни было, без какой-либо еды, то есть, вот это вот, что вино надо закусывать, нет, не обязательно вино закусывать, вино можно наслаждаться, да, мы не пьем его натощак в некоторых случаях, сейчас расскажу, а когда можно, как бы, и натощак, но не совсем, понятно, что соблюдение мер осторожности, то есть, вот, ароматные вины, лично мне нравится пить, ну, абсолютно отдельно от какой-либо еды, что мы пьем перед едой, говорила, да, что есть такой напиток вермут, и вот, когда там, например, много полыни, чуть-чуть перед едой, особенно, если у кого-то не очень хорошо с аппетитом, ну, вообще, вот, очень классно, так хорошо идет дальше, насколько сочетается этот вермут с пищей, которую вы едите, то тоже надо пробовать экспериментировать, потому что вермуты могут быть разные, я для себя делала несколько вариантов, и, например, один вариант, это было вообще очень такое легкое ароматное вино, там буквально чуть-чуть чувствовался аромат этих трав, ну, я же люблю нарушать правила, поэтому я делаю так, как я хочу, ну, например, второй вариант вермута, где у меня было очень много полыни, хотя я вообще делаю вермуты не крепкие, потому что мне не нравится выпирающий алкоголь, так вот, второй вариант очень хорошо сочетался, например, с теми же шашлычками, либо, например, потом после еды, когда ты уже как бы накушался, и даже, может, ощущаешь некоторую тяжесть от еды, вот такой вариант очень классно подходит, прям, кажется, как-то снимает вот эту тяжесть. Вариантов сочетаний очень-очень много разных, да, есть правила, но мы можем играть с этими правилами и подбирать под себя то, что вам нравится, то, что вам будет вкусно и приятно. Ну, вам надо поэкспериментировать и найти вот эти пары, найти эти идеальные сочетания, идеальные именно для вас. И когда вы научитесь их находить, тогда вы и распробуете ваши вина. Я более чем уверена, что через некоторое время, вот когда вы найдете к ним подход, вам уже не захочется туда добавлять сахара, еще чего-то, потому что вы сможете наслаждаться именно тем, что вы сделали с вашего виноградника, вот с такого, какой он есть. Во всяком случае, я вам этого желаю. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!